Белые вместо желтых До 1 сентября дороги будут приведены в нормативное состояние, а на их обочинах на период гарантийного срока установят белые брендированные щиты. Белые информационные щиты уже установили на перекрестке Мичурина и Масленникова, на улице Революционной и на улице Флотской в Куйбышевском районе. В поселке Сухая Самарка отремонтированный участок оснащали новыми щитами утром в четверг. Напомним, что подрядная организация отремонтировала более 2000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, а также заменила люки смотровых колодцев. Улица ведет к скверу Речников. Он преобразился в 2020 году в рамках реализации другого нацпроекта – «Жилье и городская среда». Кроме того, здесь располагается жилой микрорайон, рядом находится ЖЭУ, клуб «Олимп», в котором занимаются дети и другие важные объекты. Ремонтные работы осуществлялись под контролем специалистов и общественников. Антон Асташов, проживающий по адресу Белорусская, 94, рассказывает, что раньше было много ям, а теперь отремонтированная Флотская для автомобилистов стала полноценным дублером улицы Белорусской – одной из главных дорог в поселке Сухая Самарка. Вполне доволен. Объездная дорога, которую параллельно идет Белорусская по задам, стала гораздо более удобной для использования. А на тех участках, где обновление пока не завершено, конструкции с желтым полем пока останутся. Они необходимы, чтобы жители имели информацию о заказчике и подрядчике. В том числе предоставляется номер телефона, по которому горожане могут обращаться при возникновении вопросов или при необходимости внести свои предложения. На всех отремонтированных по нацпроекту участках до конца августа будут установлены белые щиты с символикой нацпроекта взамен желтых. Щиты с желтым информационным полем отвезут на специализированный склад. Уже в следующем сезоне они будут вновь использоваться для информирования горожан о проводимых работах по ремонту дорог на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Достаточно будет заменить иллюминисцентную пленку и текст. Все предприятия и организации, обслуживающие автодороги в рамках контрактов, предупреждены о необходимости производить уборочные работы аккуратно, в том числе бережно относиться к стойкам, опорам информационных щитов и дорожных знаков. Особую актуальность это приобретет в период зимней расчистки дорог. Обновление и поддержание нормативного состояния дорожной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений в деятельности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По итогам прошлого года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году нацелены на то, чтобы достичь не менее эффективных результатов. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова